Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнетарецкая Новоселовка-2. Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей. По одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины. Один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 6 Байрактар ТВ-2. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиоакционных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 станция РЭП, 4 склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники. На военном аэродроме под Краматорском уничтожены 3 ангара, в которых находилось 4 украинских штурмовика Су-25, 1 вертолет Ми-24 и 5 вертолетов Ми-8. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники. Вечером 14 марта в районе населенного пункта Готта-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников. Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Дживили». Продолжение следует... Продолжение следует...